итак роверы роверы ты чё делаешь не знаю педали ключи не бросай педал а их наверно ногами надо попробуй встаньте да ладно не умничайте так ну а чё должно быть-то а в общем ты больше не хочешь фильм смотреть да думаешь вторая серия будет у у у у у у Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Так, а это 1894 год, The Legue Connected под США. Ну такой прикольный тормоз, какой интересный тормоз, элегантский ровер, причем здесь не цепь, а карданная передача. Это, наверное, первый велосипед на карданной передаче. Гипер-самортизированный отсидел. Не пользуюсь социальным официальным 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 официальным. А блин. Тонок. А вот уже 1897 год CryptoWorks Company Limited, Лондон, Англия. Тут уже какая-то втулочка передающая. Хитро тоже сделана амортизация. Я смотрю, такие тормоза были модные. Далее у нас 1895 год, Лециклет М. Джевецкий, Париж, Франция. Вот такая штукенция, тормоз уже идет внутри. Рамы рулевого стакана, и вот тут вот что-то такое стыреное у Зингера. Вот так вот. Ну и, наверное, одни из первых пружинки. Нормальные дырки. Да. Так. А это у нас 1897 год, Лебелле. Георг Микклер и компания Нейдом, Германия. Теперь Дембно в Польше. Это велик тоже видим с тормозом, с таким прижимным. И с прямой зубчиком переплачивать. Вот это вот что-то такое. Это новый бесцепной велосипед, 1895 год. Полфлёр, Шаптору, Франция. Зубчатая передача. А это у нас Лео Циклет, 1906 год. И тут мы видим тоже самые тормоза. Передние и задние уже на тросике. И вот такую вот хитрую передача. Она цепная, но приводится в действие рычагами. Вот такая вот матерая штукенция. Нет, это прототип аэродинамического велосипеда. Это прототип, 1935 год, локомотив Амстердама-Нидерланды. Но тут всё понятно, тут трава и полежать в аэродинамической штукенции. О, что это? Что это? На деревянных колёсах. Голландия, 1908 год. Ламп-люмей. Прямая вилка и маленькое переднее колесо. Ну и звёздочка вот такая. Если её поставить на нашу Бронтона, колени по всей дороге можно собирать будет потом. Вот велосипед для аэродинамических экспериментов. 1901 год. Что ты робишь? Без визуализации ветра. Ааа, вот оно что. То есть если вот, если чувак ездит короче вот здесь, спокойненько, спокойненько. То есть это вот как действует ветер на велосипедиста. А вот надо нагнуться. Да. А это вот, ну это если вот он ёбнулся, вот так вот действует. Давай это уберём. И нагну то у нас. Ну вот если он будет вот так на передней колесе ехать, то что ветер очень хорошо и обтекает. Так, 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 так. Дайте мне, дайте. Во! Удалось сейчас. Во! Собственно. Ну а то тут прифигило, где в основном губы короче. И стоит. Вот это уже три цикла. 1887 год. Спарк Брук, Англия. Точная такая цикла. Карданый вал дать. А это поворотный механизм. Вот так вот он. Запутан. Вот у нас двадцатые годы двадцатого века. Детский велосипед. Mergo Mobile. Германия. Так. Простенькая звука. И вот такая вот передача. кросик. Через ролик. И на заднее колесо. Далее. Дарах. Ну это тоже безопасный детский велосипед с крестовой рамой. Как это выглядит. Рычажный тормоз. Пежо, кстати. Кстати, Пежо. 1891 год, Франция. Тоже детский мини фартинг. 1878 год. Греку, Милан, Италия. Вот такой вот интересный велик. Так. О, розовый, розовый. Наверное, первый ролик для блондинок. Девочек, да. 1869 год. Бажар. Руан, Франция. Тормоз тут. Тормоз. Так. А это 1824 год. Детская дрезина. Германия. Ну это вот. Бегавелл. Чистый Бегавелл. Так он и есть. О! 1895 год. Стерлинг Цикл. Воркс. Чикаго, США. Хитрый такой стоит демпфер. Тирия. Женский велосипед с низкой рамой. Йохан Пухгратц Австрия. Ну это вот такой вот берег. С рычажным тормозом. колумбия без цепи 1899 год топ мануфактуринг компани хатфорд коннектику сша такой и тоже у нас на кардане а это у нас велосипед и права женщин какие-то хреновинки ну короче 1820 год франция с багажником но 2017 трицикл с ручным приводом для управления одной рукой вот одна рука здесь идет на вращательный момент на передачу вторая рука идет на управление 1952 год хамберг алилик цикл индастрис нотингем англия что тут есть а тут ездила королева нидерландов беатрикс ее сестра маргарита на таком как гоняли а тут все по-взрослому фара динамка насос еще тот старый насос сохранился грязезащита какая куча фонарей задних летающий голубь 2017 год янг джатэ дэйдзайн китай ну это самый самый выпускаемый велосипед за всю историю грузовой велик 1885 год трицикл монарх карьер великобритания джон варик рэй компания рэдинг с амортизаторами такая вот система рычажное управление поворотом до конца не а не не а а человек сидел спиной к грузу и рулю девчонки так, это 1904 год, капитан Жюрар, Пежо, Франция армейский французский велосипед во время Первой мировой войны интересный узел, наверное, складывание, раскладывание смотрю, идет и тоже он идет на кардан и валу так, 1907 год Фонгерс Гронинген, Нидерланды тоже для голландской армии был разработан но не получил одобрения, такой склудничок цепь слева цепь слева чего-то интересно бы его покрутить и посмотреть, как он складывается сиденье короткое так, ну что, дальше по склудничкам это у нас 1987 год 1900 байкертон партейбл байкертон Великобритания вес 9 килограмм Абайк Абайк около 10-го года Малайзия но видел на таких в Москве киргизы наиболее продвинутые и богатые ездят а а вот и Бирди Вот и Бирди 2017 год Германия Райз и Мюллер 10,9 кило очень жалко, что их разложенных нет три до шестнадцатого года продала сейчас китаю можете в меня плевать но я его всегда называю клоунбайку так а это что у нас 1936 год вот такой прообраз логичка где складывался только руль 36 год лаппетит париж франция и вот такой вот тысяч так 2012 год сада байк турин италия не знаю сделан из алюминия но это прототип пошли посмотрим на бамбуковые велики так 1800 аж 99 год грундлер лемеш плагин фурт австрия бамбук рычажный тормоз но и вот Вот его второй собрал, здесь крепление видим механическое, как у каретки треугольника, соответственно рулевой стакан, вилка, ну и здесь вот вилка стоит, публичная, а все остальные узлы у нас типа эмбоксинки, даже с багажником. Вот такие вот интересные хиптерские приблуды. Баффало, гиантовский, 16-го года. Монтаж производится в Африке, ну видать он такой неубиваемый, долговечный. Так, а это вот у нас трехместный велик, польский семейный велосипед. Ну, круто-круто. О, там дымчик. Так, это 1900-й год. Гронингер БББ, короче, не Дирваны. Как называется фирма, я не произнесу. Ибо сломаю нахер язык. Но зато тут крутой фонарь. Так. А тут у нас идет черный фантом. The Black Phantom, 1952-го года. Швин Бисайкл Компани, Чикаго, США. А швин, ничего себе, швин оказывается американский. Никогда бы не сказал. С амортизатором с таким. Так. 1977-й. Бризер. Джо Бриз, Калифорния. Недроитель. Просто... Да, блин, я бы постучал. Но вообще похоже на цитаты. Вот такая вот штукенция. Это у нас 2010-й год. Лунартик. Университет Лавкбара. Великобритания. Муссируют и живут эту тему, но что-то никак ни у кого она не приживется. Семнадцатый год. Семейный велик. Семнадцатого года. Семнадцатый год. Семейный велик. С семнадцатого года. круто-круто звезда на бумаге да это прототип а вот прототип 8 велосипед из бумаги бумажный велик израильский да кстати вот прототип тоже рабочий а вот как работает переключение скоростей да вот это круто слушай чайн фри вот это вот приблуда короче работает без цепи кардан и прочего работает на масле дай попробую ну да идет мягко круги чистые не взлетают как это случается с циклами прикольно слушать не оно здесь использование гидравлических насосов и двигатель позволяет переключать передачи непрерывно и обалденно тема тема вообще тема ни хера себе я смотрю обе стороны крутишь короче он все равно есть правильно офигенно да тема тема суперская ты что делаешь шина насачиваю устранение прокола да зачем пыль накачиваешь там шарики короче имитируют зеленые узлы а ты не знаешь что должен попасть в отверстие оттуда воздух выходит так сделал вот вот у у вот кстати а и а и и и и в общем вот так это и работает так а это у нас тормоз тормоза ну ладно а тут чё здесь нагрузка на элементы рамы смотреть мальчочки так еще и вот и танцы проминается но нет знаку это нажми ну конечно научитесь крутить педали да это не как руль это наоборот это на ю-тубе таких приколов полно они такой вот байду ставят и мужики на спор короче ездят то есть лишь ты руль поворачиваешь право а он влево поворачиваться карданы ну да 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 там такие колесики карданы влево здесь чехия стадион ну чехия а здесь переключение скоростей вот такая вот штучка была переключение скоростей ну да где тут штучка давай смотреть ага вот она вот влево поворачивая звездочка то есть целых три скорости а здесь две скорости jungle поворачивая скорость всего полно сразу операции рисунок ну что считать прекрасная Двух, скоростная передача. Так, а вот и кардан, вот и карданная передача. Так, вот вместо цепи такое стоит, на тех вилях, на там. 1869 год, Тибо Магаркель, Пур. Ага, значит на этом велосипеде можно было ездить в обеих направлениях. Скорее всего это первый велосипед с двумя скоростями передач. Меньшее колесо использовалось для езды под гору, больше для езды с горы. И на большей скорости. Я уж думал, это какой-то Тинни Талхай. Нет, нет. Так вот катишь. Горки подъехал, пересел, развернул. И опа, все горки. Тинни, монтокомаска, лысо тем. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...